МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пекинском парке прошли соревнования по перетягиванию стеблей. Глава Министерства коммерции КНР Ван Ваньтау обсудил двустороннее сотрудничество с министром торговли США Джиной Раймонда. Чиновники встретились в третий раз за полгода. Их консультации прошли в Сан-Франциско сразу после переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена на полях саммита ОТЭС. Главы торговых ведомств обсудили реализацию консенсуса, к которому пришли лидеры двух государств. Ван Ваньтау призвал Вашингтон развивать диалог, держать под контролем разногласия и создавать благоприятную среду для торговли, инвестиций и сотрудничества. Китайский министр коммерции предложил коллеге обсудить границы национальной безопасности в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул, что политизация этой темы вредит здоровому двустороннему взаимодействию. Собеседники высоко оценили достижения совместной рабочей группы двух министерств и договорились провести ее заседание в первом квартале следующего года. Также на этот период торговые ведомства Китая и Соединенных Штатов запланировали дискуссию о том, как усилить защиту коммерческой тайны и конфиденциальной деловой информации при лицензировании компаний. Содействие инновациям и рост качества развития стали главными темами на китайской выставке высоких технологий, которая прошла в Шэньчжэне. За пять дней мероприятия экспоненты представили почти 700 новых разработок и заключили сделки более чем на 37 миллиардов юаней. Примерно 2,5 миллиарда из этой суммы приходится на трансграничные договоры. Важной частью экспозиции стали портативные медицинские устройства. Российский участник выставки Владимир Савченко познакомил гостей стенда с миниатюрным датчиком для записи электрокардиограммы. Его размер всего 4 миллиметра. Микромодуль можно встроить в обычный наушник. С ним вам будет достаточно прикоснуться к уху, и вы увидите электрокардиограмму на своем телефоне. Это поможет в любой момент отслеживать работу сердца, от которой зависит наше здоровье и самочувствие. При необходимости такую ЭКГ можно будет отправить врачу. Еще одной портативной новинкой, которую показали на выставке, стал датчик потоотделения. Этот прибор размером с большой палец весит менее 7 граммов. Если приложить его к телу во время физических упражнений, встроенный чип проведет высокоточный анализ пота, помогая оценить состояние здоровья. Датчик подскажет, страдает ли организм от обезвоживания, каких элементов недостает в рационе и насколько эффективно тело выделяет пот. Это поможет подобрать пищевые добавки и снизить риски, связанные с тренировками. Китайская выставка высоких технологий прошла уже в 25-й раз. В этом году она поставила новые рекорды по площади и количеству участников. На мероприятии собралось около 5000 экспонентов из 105 стран и регионов. Китайское общество космонавтики запустило программу «Лунная база-2050», чтобы спроектировать постоянную исследовательскую станцию на спутнике Земли. Идеями для космической стройки могут поделиться подростки со всей планеты. Мы исследовали погоду, а также какие источники энергии и продукты питания можно было бы использовать на Луне. И попытались спроектировать системы управления, вычислений и защиты будущей лунной станции. Мы хотим использовать небольшой кубический спутник, который будет передавать данные с поверхности Луны. Часть детских проектов китайские ученые реализуют на практике. Свежие идеи юных исследователей помогут создать на спутнике Земли комфортное, безопасное и эффективное пространство для работы и жизни. В этом году организаторы собирают архитектурные концепции. Позже подростки смогут поделиться своими разработками для транспортной системы, энергоснабжения базы и добычи ресурсов. Для жителей Пекина начало холодного сезона стало еще одним поводом вспомнить традиционные китайские игры. Например, «Багэнь» – перетягивание стеблей. Этой народной детской забаве уже больше полутора тысяч лет, и у нее до сих пор находится немало поклонников. Несмотря на температуру ниже нуля, в столичном парке Лунтань собралось 180 человек, чтобы поучаствовать в соревнованиях по игре в «Багэнь». Одна из главных причин такого интереса – растущая популярность активного отдыха на природе. «Мне очень нравится эта игра. Она веселая и увлекательная. То выигрываешь, то проигрываешь. Показывает твою ловкость». Кого-то из участников соревнования познакомили с новым видом досуга, а кому-то помогли вспомнить детские годы. «В моем детстве было мало игрушек, поэтому мы играли в «Багэнь». Современные дети почти не знакомы с этой игрой. У них же есть гаджеты». Самые удачливые игроки были очень рады своим успехам, но главная победа в сохранении древних традиций. Ведь даже в век высоких технологий важно помнить о своих корнях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова